здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня вам представляю мастер-класс вот такого летнего топа размер 4850 связан он из замер серизованного хлопка и вы знаете на лето я считаю что он просто прекрасно такое изделие которое можно носить скажем так и в пир и в мир расход 421 грамм вы знаете я и хотела вот такой вот летний топ который не тонкий он достаточно плотный так то есть он довольно таки ниточка здесь не тонко в два сложения я вязала вот и мне он очень нравится тем что он действительно скажем так и в холодную погоду можно одеть и более прохладно потому что это хлопок так а сейчас пройдемся по размерам значит размер как я сказала 4850 я вязала так значит вот у нас ширина получается 52 сантиметра так в длину вот от этой точке самой высокой и до низа у меня получается 62 сантиметра так что касается горловинки так вот горловинка если просто вот так вот взять она получается 20 сантиметров ширина плеча без ворота вот этого и обвязки проймы 16 сантиметров если все вместе но где-то 20 даже с половиной сантиметров так сама пройма сейчас у нас пройма у нас вот такая вот и где-то получается 18 19 сантиметров значит сейчас я вам представляю подробный мастер-класс по петельной то есть если кто-то хочет вязать полностью подробно можете просто за мной вязать вот этот вот летний топ полностью вы провяжите его обязательно у вас все получится так единственно если кто-то скажем так просто хочет описание его я сейчас кратенько расскажу значит резиночка у нас получается резинка один на один я набирала эластичным способом у меня на канале есть отдельное видео и набирала его 2 набирала 210 петель плюс одну для замыкания в круг резиночка у меня шла один на один семь с половиной сантиметров пряжа у меня пехорка блестящее лето так цвет у меня 174 стальной так вот у нас вот такой 288 так вот сейчас на камеру этот цвет передался потому что когда вы будете смотреть видео вы знаете там цвет будет скажем так мелькать немножко более голубой немножко более серый но вот сейчас как я вижу этот цвет более менее точно передался то есть вообще он цвет как я сказал стальной вот сейчас действительно вот то что наверное он на самом деле и есть так состав этой пряжи 380 метров на 100 грамм но я вязала в 2 2 сложения то есть у меня получается 190 метров на 100 грамм если кто-то хочет вязать приблизительно из такого метража то конечно вы попадете под плотность моего вязания и можете смело вязать именно примерно 190 метров 200 метров на 100 грамм так из пряжи хлопок полу хлопок полушир скажем так так и что касается моего метража так как я уже сказал а состав пряжи 308 получается 95 хлопок мерсеризованный и 5 процентов метаник то есть у нас вот сейчас вы увидите она с блеском так то есть это пряжа действительно с блеском она такая идет с люрексом очень такая симпатичная красивая и вы знаете мне действительно очень нравится то что вот получился такой вот топик который можно будет одеть скажем ну в принципе на любое мероприятие значит резиночку я вязала на спицах номер четыре здесь у нас получается вот именно здесь номер четыре дальше вязала полотно четыре с половиной обвязка проем и горловины у меня было три с половиной самое основное полотно было четыре с половиной миллиметра размер спит после того как я вывязала резиночку я еще набрала 10 петель через двадцать одну петлю то есть у меня было здесь 210 петель в самом начале после я прибавила еще 10 и получилось 220 петель так и дальше я вязала вот этим вот узором узор состоит из 4 рядов и 5 петель так высота пройма до проймы у меня было 40 сантиметров от начала до проймы 40 сантиметров так и дальше я уже делила вязание на две части то есть у меня получалось перед и спинка вывязывалась отдельно по переду я вязала до формирования гроловины 16 сантиметров а по спинке до формирования гроловины 18 сантиметров что касается рапортов у меня по спинке 14 рапортов умножить на 4 ряда и я вывязывала 56 рядов в высоту до формирования горловинки что касается переда как я уже сказала у меня была высота 16 сантиметров и я вывязывала здесь 12 рапортов и в высоту у меня получилось 48 рядов до формирования вот этой вот горловинки кроме того я делала скос плеча три укороченных ряда с одной и с другой стороны вот видите видно что такое скос плеча по одной стороне и по другой но это я делаю всегда обязательно хотя бы немножко несколько укороченных рядов чтобы действительно красиво смотрелось наше изделие и затем я делала сшивала точнее плечики швом петля в петлю так вот если присмотреться это еще раз повторяю у нас полотно довод его вот это шов петля в петлю который считается незаметный с одной и с другой стороны на канале есть отдельное видео поэтому если кто-то еще не смотрел можете посмотреть как он выполняется это шов петля в петлю я думаю будет вам тоже все понятно в этом видео вы подробно посмотрите если кто-то еще не вязал укороченные ряды и как они выполняются в ям все подробно объясняю показываю там есть даже текстовые подсказки то есть просто пишется какой-то ряд и что нужно делать в этом ряду то есть по петель на вы можете просто смело вывязывать за мой и у действительно можете связать этот летний топ достаточно просто уметь вязать лицевые петли изнаночные петли но и самый простой накид после я вывязывала формировала горловинку вот это вот горловинку я набирала петли они у меня были закрытые петли то есть я закрывала сначала полностью горловинку так мне все-таки больше обычно нравится именно закрытые петли потому что знаете получается вот как бы вот такой вот ну как бы шов и воротник не стягивается то есть он более красивее красивее смотрится именно в готовом изделии чем по открытым петлям но это мое личное мнение так сформировала я вот это вот горловинку набирала сто восемнадцать петель полностью по кругу делала сначала у меня шел один лицевой ряд а затем резиночка один на один и я вязала здесь по горловине всего 9 рядов затем закрывала фабричным способом вы знаете я попробовала эластичным способом закрытия петель который я обычно делаю для хлопковых изделий но здесь у меня он почему-то скажем вот именно край получился такой скажем толстый мне не понравилось это толстая косичка вот если бы это была бобина пряжи я бы наверное убрала хотя бы одну ниточку и закрывала бы уже вот этим эластичным способом потому что ниточка была бы более тонкая а здесь они . не могу убрать потому что было бы совсем тонко если бы я убрала одну ниточку и затем перешла к формированию пройм пройма у меня тоже сформирована каким образом я здесь набирала 87 петель здесь у меня было три петельки для подреза я уже оставляла после того как делила вязание на спинку и перед по три петли у меня был подрез так и всего у меня получилось 90 петель первый лицевой у меня ряд дальше шла резиночка один на один и здесь я провязала всего семь рядов затем закрывала тоже фабричным способом вот на этом и наверное все краткое описание этого летнего топа поэтому если кто-то хочет вязать из пехорки блестящее лето можете приобретать вязать за мной так достаточно как я сказала 400 ну где-то 430 грамм смело вам хватит нас 48 50 50 размер так и вообще вы можете заменить еще другой какой-то пряжи потому что это пряжа 190 200 метров она такая скажем плотная но я еще раз повторяю именно хотела такой более плотный летний топ так вот поэтому сейчас мы с вами будем начинать его вязать всем спасибо за просмотр если у вас будут какие-то вопросы обязательно задавайте на все ваши вопросы я отвечу все вам помогу расскажу и приятного пашки просмотра итак набирала я 210 петель плюс 1 петля для замыкания в круг спицы у меня номер четыре для удобства левого спицы брауна в сантиметрах у меня получается 7 дальше я набрала еще 10 петель через двадцать одну петлю так и у меня получается уже на спицах всего 220 петель было 210 сейчас 220 через 21 петлю я набирала еще одну каким образом и набирала я вам сейчас покажу набиралась лицевой вот это вот смотрите нижняя петля и стенка ее боковая я набрасывала на спицу и вот таким образом перекрещенная ее провязывала и на спицу эту тоже провязываю так вот смотрите у нас получается никакой дырочки абсолютно нет вот таким образом я добавила прибавила 20 прибавила 10 петель так еще я у нас на спицах как я уже сказала 220 петель значит на спинку у нас получается 110 и на перед тоже 110 петель затем перешла на спицы номер четыре с половиной левая на 4 для удобства основная спица у нас четыре с половиной так и вот такой узор у нас получается узор такой мелкая мелкая скажем мелкие такие ажурные мелкая ажурная сеточка получается вот если поближе ее показать она получается ну совсем скажем не крупная и хотела такую некрупную состоит этот узор из 5 петель и всего 4 ряда так вот эта схема которая я вам сейчас покажу получается у нас на схеме накид лицевая и 1 протяжка как делается протяжка им сейчас покажу вот и получается у нас первый третий ряд идет вот таким узором 2 и 4 идем по рисунку то есть так как это лежат накиды мы будем провязывать просто лицевой не скрещенной а обыкновенной лицевой петлей так и так провязываем вот у нас идет первый ряд по схеме первая петля у нас идет лицевая вот она дальше идет у нас накид вот таким образом набрасываем дальше идет опять лицевая здесь у нас перекрутилась и ты так и сейчас у нас идет протяжка эту петельку мы снимаем следующую провязываем и набрасываем на ту которую мы провязали вот таким образом и дальше идет у нас одна лицевая это у нас первый ряд и это у нас вот такой раппорт еще раз 1 лицевая накид лицевая протяжка снимаем провязываем и набрасываем на следующую петлю и осталась у нас одна лицевая вот у нас два раппорта так первого ряда и так повторяем до конца ряда так вот во втором ряду мы провязываем вот эти вот накиды лицевыми вот таким образом просто провязываем все накиды которые у нас будут в этом ряду то есть получается все петли у нас лицевые и вот эти вот накиды то же самое так сейчас у нас уже идет третий ряд первая петля лицевая дальше идет у нас протяжка эту петельку мы снимаем следующую провязываем лицевой и набрасываем на вот эту вот петлю так это у нас протяжка дальше у нас идет лицевая накид лицевая вот у нас раппорт третьем ряду и такой у нас рисунок получается потихонечку скажем вырисовываться так еще раз первая петля лицевая дальше протяжка опять лицевая накид лицевая и так до конца ряда это у нас третий ряд идет следующий четвертый ряд у нас будет по рисунку все провязываем петли лицевыми в том числе и накиды и так вяжем на свою высоту и и так я уже провязала высоту 40 сантиметров до пройму и вы смотрите по своим меркам если вы хотите по длине и значит можете провязать еще по длине и больше рядов в высоту если хотите что было покороче ваше изделие значит провяжите немножко меньше рядов в высоту очень важное дополнение вы должны остановиться после первого ряда или после третьего так как мы сейчас будем провязывать изнаночные ряды и вот эти вот накиды они должны быть вот именно таким образом не провязаны и будем провязывать изнаночный ряд и эти накиды мы с вами должны сейчас провязывать то есть останавливаемся после первого ряда или после третьего сейчас я разделила вязание на две половинки всего у нас было 220 петель 3 петли я взяла на подрезы так вот эти вот петли они взяты с центра нашего раппорта то есть по бокам вот эти вот петельки лицевые они пойдут 1 на спинку 2 на перед с одной стороны 3 петли на подрез перенесите на маркер также и вот таким образом на другую стороне тоже 3 петли именно с центра нашего раппорта вот он центр раппорта получаются эти лицевые 1 пойдет на спинку 2 на перед и таким образом нас получается по сто семь петель на перед и на спинку так петли я уже перенесла на две разные лески так зафиксировала вот с одной стороны чтобы они не не выбегали и вторую часть 107 петель мы сейчас будем с вами вязать спинку поворотными рядами первая кромочная у нас будет и последняя тоже кромочная остальные петли у нас будут составлять раппорт первую кромочную снимаем то есть это у нас получается второй ряд спинки второй ряд спинки изнаночной так первая кромочная и дальше все изнаночные доходим до нашего накида потом и провязываем изнаночной и таким образом мы с вами будем чередовать изнаночные и лицевые ряды по схеме так вот по этой схеме то есть первый ряд у нас будет лицевой и 3 лицевой а 2 4 это изнаночные и вяжем так дальше так хочу заострить ваше внимание на то что в изнаночных рядах провязывайте более тесно чтобы не было такого потом расстояние между рядами более туго так довязываем до конца изнаночный ряд и последняя петля у нас тоже будут провязывается изнаночной вот таким образом мы с вами будем дальше повторять итак я уже провязала спинку на высоту после пройм 18 сантиметров в рядах у меня получилось 54 ряда и сейчас было формировать нашу горловину по спинке мы поделили вязание на три части вот до 1 маркера здесь и до этого маркера у нас на плечике 30 петель по центру у нас получилось 47 из них 33 мы с вами закроем сразу а по 7 петель получается мы будем с вами убавлять постепенно и вот таким образом схематично если представить так у нас получается так то есть всего у нас 107 петель вот эти вот 30 петель по на плечике и по центру 47 так кроме это вот эти вот 7 петель которые между маркерами здесь и здесь еще хочу уточнить длина наша вся вот от низа вот до этой резиночки и до до верха так у меня получилось 56 сантиметров это по спинке как мы будем убавлять вот эти вот 7 петель смотрите мы сначала убавим три потом две петли и затем по одной то есть у нас получается 4 ряда двойных в которых мы будем делать эти вот у бабочки чтобы у нас было горловинка более такая плавная кроме этого у нас будет еще укороченные ряды укороченные ряды вот там где у нас плечики чтобы был красивый скос плеча то и мы с вами я потом вам скажу что мы будем где вот эти вот делать укороченные ряды так чтобы у нас было не прямое плечо от немножко скажем вот под ноги таким наклоном так то есть скошено будет конечно красивее смотреться мы должны остановиться в лицевом ряду для чего почему потому что у нас когда мы дойдем вот до этих тридцать все трех петель который мы с вами будем закрывать по центру лучше всего что были эти накиды провязать и тогда будет красивее закрытие этих вот центральных петель значит берем сейчас ниточку в работу и начинаем провязывать сохраняем рисунок обязательно довязываем вот эти вот все петли провязываем эти 7 петель провяжем и встретимся вот здесь в этом маркере когда уже начнем закрывать петли а потом уже пойдем вот эту вот сторону вывязывать так 1 кромочная у нас затем смотрите 2 у нас лицевая как обычно как мы уже делали все время да у нас и должна быть 1 кромочная следующая лицевая так затем у нас идет вот смотрите у меня по рисунку будет накид лицевая и затем протяжка у вас может быть немножко по-другому в зависимости но может быть это не первый ряд допустим а 3 так смотрите вот там где у нас 7 петель мы для у бабочек определили мы тоже там пока будем вязать по рисунку то есть там тоже сохраняем рисунок так вот видите как у меня получается вот таким образом да так и смотрите вот у нас пересчитаем 2 4 6 7 петель вот между этими маркерами да и сейчас мы начинаем с вами убавлять вот эти вот центральной петли центральной петли убавляются следующим образом маркер можно уже снять так это будем провязывать следующую провяжем еще и набрасываем вот ту которую первую провязали дальше провязали лицевой набрасываем предыдущую но немножко затягивайте но не сильно чтобы у нас было так сказать не сильно такой расхлябанная и в то же время оно должно быть не стянутое провязали в набросили провязываем эту набрасываем и вот таким образом будем убавлять так но вы смотрите вы можете провязать немножко вернее убавить так и посмотреть если она была сильно стянутое такое полотно нужно тогда немного вернетесь назад и тогда расслабите ваше вязание потому что если вы затянете сильно будет горловина стянута или наоборот если она будет расхлябана тоже будет некрасиво поэтому немножко убавили и посмотрели если она хорошо ложится вот так как вот идет наше полотно тогда можно таким образом дальше делать у бабочки вот смотрите как и вот я закрыла эти петли так и они у меня получается не стягивают полотно и в то же время но такое не расхлябанная так и вот я дошла до этого маркера белого у нас пол вот еще две петельки значит эту на этой спице должно быть так провязываем последнюю набрасываем это у нас получается 30 третья петля мои тоже должны сократить так с этой петлей следующий будем ее убавлять так то есть вот у нас два четыре шесть семь петель осталось тоже с этой стороны которые будем с вами убавлять так то есть у нас сейчас закрыты центральной петли сейчас мы приступаем вот к этой части работы провязываем полностью ряд до конца будем в изнаночном ряду встретимся в изнаночном ряду вот в возле этого маркера так вот мы после маркера встретились и сейчас тоже будем изнаночные эти провязывать но будем две последние петли оставлять вот эти вот две петли мы с вами не провязываем нить перед работу перед работа мы просто и бомбере снимать вот таким образом разворачиваем вязание наши и вот эти вот две петли мы с вами будем провязывать лицевой для того чтобы была плавно такая горловина и не было у нас вот этих вот ступенек между нашими убавками так и мы с вами сейчас должны убавить вот эти вот три петли то есть мы вот здесь с вами сейчас три петли закрываем одну мы с вами упалили опять провязываем вот эту вот следующую и убавляем вторую петлю останется еще одна провязываем и убавляем так остается вот у нас 4 петли для убавок дальше идет следующий ряд уже полностью лицевой до конца так сейчас опять изнаночный ряд идем опять до конца и вот эти вот две последние петли мы с вами не будем провязывать нить будет перед работой так вот эти вот две петли мы с вами снимаем и нить перед работой разворачиваем вязание на лицевую сторону и начинаем убавки сейчас у нас уже убавки будут две вот вот эти две провязываем две петли вместе лицевой вот таким образом это одна у бабочка сейчас у нас будет вторая убавка и остается у нас две петли которые мы с вами тоже будем убавлять и таким образом с вами будем убавлять дать еще два раза то есть нам нужно будет вот эту вот петлю одну и вторую убавить так сейчас мы вяжем полностью лицевой ряд потом на изнаночной стороне довязываем полностью ряд возле маркера мы с вами встретимся так мы довязали вот до этого маркера убираем две петли мы с вами переснимаем на лицевую сторону переходим и делаем убавку еще одного бабка но нас будет вот это вот у бабочка вот останется еще одна и убавляем за задние стенки провязываем лицевой подтягиваем вот это у нас у бабочка еще останется дальше вяжем по рисунку довязываем до конца переходим на изнаночный ряд и также встретимся вот здесь вот так доходим до двух последних петель 1 у нас тут остается вот это вот у бабочка так но не провязываем две петли вместе не провязываем разворачиваем вязание и остается у нас уже последняя убавка вот это последняя одна у бабочка провязываем эти две петли вместе лицевой за заднюю стеночку вот таким образом подтягиваем так то есть у нас сейчас на спицах 30 петель пересчитать нужно обязательно так вот сейчас мы сделали последнюю убавку и сейчас еще мы будем с вами вязать сквозь плеча то есть вот так вот можно представить эту схему скажем мы будем сейчас идти вот в лицевом ряду дойдем вот до этого маркера так на спицах у нас получается останется 8 петель мы их не провяжем и вернемся уже назад по изнаночному ряду дальше пройдем опять лицевой уже вот здесь вот в этом маркере остановимся и опять вернемся и следующий ряд также то же самое не до вяжем 7 петель и вернемся уже назад то есть мы формируем сквозь плеча укороченными рядами так провязываем сейчас вот до этого маркере там где у нас спицы на спицах останется 8 петель вот здесь вот и сейчас я вам покажу как мы будем разворачиваться так смотрите у нас будут здесь небольшие нюансы так то есть когда мы будем вязать раппорт вот смотрите у нас получается мы должны вот это вот делать протяжку со следующей петлей из со следующей части петель так то есть вот этот вот нюанс обратите внимание когда будете вязать так то есть у нас должно быть 2467 вот мы провязали получается вот маркер должен быть сейчас именно вот таким образом провязали назад петлю сюда так дальше мы вяжем следующий расстояние у нас следующий час вяжем то есть получается у бабочки может могут быть даже то есть могут быть вот эти вот при бабочки между частями и довязываем до желтого до оранжевого маркера сейчас мы до вяжем до оранжевого маркера так вот смотрите у нас тоже такой нюанс получается так то есть вот это вот должна эти протяжка вместе со следующей петлей но мы уже трогать ее не будем мы просто ее провяжем лицевой вот эту вот петлю так марк маркер пока снимем разворачиваем вязание на изнаночную сторону и на изнаночной стороне мы будем вот эту вот петлю которую мы снимали мы будем делать таким образом протягиваем спицу и набрасываем туго вот эту вот петлю на спицу у нас на получаться такая вот двойная затягиваем сильно и вяжем уже изнаночный ряд вот таким образом то есть у нас вот это вот двойная петля но она считается как одна так доходим полностью до конца вот этот ряд дальше вяжем в лицевом ряду уже до вот этого маркера так вяжем вот следующий вот этот вот лицевой уже ряд вот мы довязываем до 2 маркера так также разворачиваемся на изнаночную сторону и таким же самым образом повторяем вот эту вот петлю мы снимаем нить пока перед работой но затем мы ее в обратную сторону разворачиваем и получается вот такая вот но натягиваем ее обязательно и нас получат вот такая удвойная петля натягиваем сильнее и провязываем дальше это у меня был накид и вяжем до конца этот ряд затем довязываем на лицевой стороне уже вот до этого зеленого маркера так и остался у нас еще один пункт разворота это вот здесь вот то есть мы уже два раза останавливаясь не довязывали и сейчас останется вот здесь и опять вернемся уже по изнанке довязываем до маркера здесь у нас уже 7 петель я их прояжу просто лицевыми все также разворачиваюсь на изнаночную сторону и вот эту вот петлю вот таким образом снимаю также ее натягиваю сильно туда и вяжу остальные изнаночные петли вот мы с вами уже сформировали скос плеча так но у нас остались еще вот эти вот двойные петли так там где мы с вами разворачивались вот они даже видны так вот допустим вот видите вот это вот двойная петля и когда мы сейчас будем провязывать ряд еще один лицевой мы будем провязывать вместе так провязываем сейчас я вам покажу как мы с вами будем их провязывать так нужно обязательно пересчитать то есть у нас на спице должно быть 30 петель от уже будем вязать дальше последний лицевой ряд так сейчас вам покажу как мы будем провязывать эти двойные петли вот я дошла до этой двойной петли и смотрите внимательно так мы вот таким образом как бы за передние стеночки будем провязывать их и вот такая вот у нас петля получается так только немножко натягивайте и и следующее так следующее она у нас получается вот это вот то же самое вот подхватываем таким образом и провязываем посчитать обязательно нужно чтобы у нас на этой на этой полочке было 30 петель довязываем до конца ряда и полностью эти вот двойные петли провязываем вот у нас она одна еще подхватываем и провязываем 30 петель у нас должно быть на этой спице и вот смотрите у нас уже одна половинка готова даже видно небольшой скос плеча оставляем ниточки где-то в три раза больше вот этого нашего расстояния потом будем делать сшивать так отрезаем и начинаем формировать вот эту сторону точно таким же самым образом так то есть вначале мы с будем провязывать вот эти вот убавки то есть можно работать вам по этой стране так сейчас мы прикрепляем ниточку сюда идем по изнаночной стороне затем в лицевой и встречаемся возле этого маркера так вот эти петли мы с вами перенесли на ниточку так будет более удобно она нам не будет мешать пока так и приступаем ко второй половинке так мы начинаем с изнаночного ряда оставляем немножко вот примерно такую длину нити и начинаем провязывать вяжем этот изнаночный ряд полностью затем перейдем на лицевую сторону и вот возле этого маркера мы с вами встретимся смотрим внимательно за узором потому что вот смотрите я сейчас делаю протяжку так дальше у нас идет лицевая и накид и только тогда мы переснимаем вот это вот маркер так здесь у нас 7 петель и у нас мы сейчас вот на этой стороне мы провязываем 1 2 еще 2 то есть 4 петли провязываем а 3 петли мы с вами будем убавлять сейчас вам покажу каким образом запись полная полная запись так вот мы дошли до маркера провязываем все петли лицевыми точнее 2 3 4 5 то есть тут уже накида не будем делать никакого так и эти две петли мы просто будем переснимать подтянем немножко там ниточку эту разворачиваем вязание на другую сторону и сейчас у нас уже будут эти убавки по изнаночной стороне так то есть вот сейчас мы будем вот здесь вот эти три петли сокращать так поскольку у нас две петли 1 не провязаны мы сейчас за передние стенки будем провязывать изнаночной вот таким образом так это у нас одна у бабочка подтягиваем ниточку набрасывал опять нить перед работой уже по изнаночной стороне и опять 2 вместе лицевой так у нас должно остаться 4 петли набрасываем опять и провязываем 2 вместе изнаночной так изнаночной так и вот смотрите мы сделали три убавки получается осталось 4 у бабочки вот так и дальше мы с вами будем полностью этот ряд идти изнаночной перейдем на лицевой ряд и встретимся уже возле маркера вот мы с вами дошли до маркера так опять провязываем полностью все петли лицевые не дело никаких накидов так две последние петли мы с вами не будем провязывать просто переснимаем их нить за работой разворачиваем вязание на изнаночную сторону так и эти две петли мы с вами опять будем провязывать изнаночной за передние стеночки вот таким образом так это у нас получается 1 бабочка и сейчас сейчас у нас еще будет убавка вот это вот две петли вот эти две петли мы сейчас с вами убавляем опять набрасываем нас так и еще одну бабочку делаем накидываем на спицы на спицу и вот такую еще одну бабочку сделали так подтягиваем то есть у нас остается сейчас две убавки так вот получается две у бабочки эти которые мы с вами будем убавлять так вот у нас осталось это бабочки и это так сейчас мы вяжем до конца этот изнаночный ряд и опять встречаемся возле маркера вот этот маркер так можем уже в принципе убрать его эти две петли мы с вами переснимаем не провязываем нить за работой разворачиваем вязание на изнаночную сторону и опять уже у бабочку делаем у бабочка у нас будет одна так вот это вот убавка вот это вот у бабочку мы делаем сейчас за две петли вместе изнаночной так вот вытягиваем полностью эту ниточку так и останется у нас одна еще бабочка вяжем до конца изнаночный ряд и встретимся вот здесь вот опять так вот эти вот две последние петли но нам нужно убавить одно так мы все равно будем переснимать две петли так разворачиваем вязание на изнаночную сторону и последняя у нас убавка так вот это вот последняя у бабочка мы сейчас ее сделаем и у нас на спице должно остаться 30 петель но кроме того мы с вами еще будем делать укороченные ряды вот таким образом как мы сделали и на другой стороне так вот у нас это плечо получается мы будем с вами не довязывать до 8 петель делать разворот затем опять до 8 петель дальше до 7 петель но если мы здесь делали укороченные ряды по лицевой стороне то здесь вот уже укороченные ряды по изнаночной то есть вот именно по изнаночной стороне поэтому сейчас мы с вами провязываем и довязываем вот до этих 8 петель то есть это у нас вот этот маркер вот до сюда мы провязываем и дальше разворачиваемся сейчас вам покажу каким образом первое у нас должна быть еще убавка мы ее убавим за две петли вместе так берем ниточку и делаем убавку вот таким образом снимаем вот у нас все бабочки уже сделаны сейчас мы вяжем до вот этого маркера оранжевого убираем этот же оранжевый маркер так но смотрите вот у нас еще накиды поэтому их важно конечно не потерять так то есть у нас получается 2 4 6 8 вместе с накидом разворачиваем вязание уже на лицевую сторону так и делаем сейчас укороченный ряд и делаем следующую петлю таким образом смотрите вот так вот мы должны взять ее как лицевую на эту спицу перенести на правую и сделать такой разворот то есть у нас опять получится вот такая вот двойная петля вяжем уже по рисунку таким образом мы с вами сейчас провяжем лицевой ряд до конца затем развернемся на изнаночную сторону и остановимся уже возле этого маркера не довязывая еще восемь петель то есть мы остановились вот в этой точке разворота так и идем уже назад опять разворачиваем вязание на лицевую сторону и вот это вот первую петлю мы с вами будем делать таким образом еще раз вот таким снимаем как лицевую набрасываем на правую спицу и закручиваем дальше идем по рисунку довязываем этот ряд полностью до конца а затем в изнаночном ряду остановимся уже возле этого маркера так вот довязали до последнего маркера мы получается в последней точке разворота вот в этой так и сейчас разворачиваем вязание на лицевую сторону берем вот эту вот петлю на правую спицу набрасываем и ниточку к себе вот таким образом и провязываем до конца вот этот ряд все петли у нас лицевые как я сказала я здесь накиды вязать не буду так таким образом у нас вырезан сейчас скос плеча уже на этой стороне вот если посмотреть вот таким образом у нас скос плеча видим так и остается у нас сейчас провязать один ряд изнаночный уже при этом с вами будем провязывать вот эти вот двойные петли так показываю каким образом первая петля кромочная дальше изнаночные так 1 у нас 7 петель 2 4 5 6 и вот 7 у нас петля получается двойная сейчас мы с вами будем провязывать смотрите каким образом вот у нас там две стеночки так вот я вам покажу вот они и мы их подхватываем за задние стеночки вот таким образом и ниточку продеваем туда то есть получается она как бы скрещенная такая но когда мы развернем на ту сторону она у нас будет прямая вот она вот это вот петля которую мы сейчас провязали вместе видите она такая вот незаметная будет лицевая так дальше вяжем 1 провязываем этот накид 2 3 так 4 5 6 и опять у нас должна идти вот это вот двойная так 7 так так следующие 7 петель вот накид мы его провязываем тоже 1 2 3 4 5 6 и смотрите опять вот это вот этого двойная петля значит мы ее берем вот там за вот эти вот стеночки смотрите подхватываем и скрещенной провязываем вот таким образом подтягиваем и дальше 1 2 3 4 5 6 7 здесь у нас была уже 8 петля так вот она у нас и опять мы ее вот таким образом будем подхватывать и провязывать так и последние 8 петель мы провязываем полностью и на этом у нас уже вторая половинка тоже вырезана то есть скос ключа мы тоже сделали с вами так вот таким образом сейчас тоже отрежем ниточку перенесем на бросовую нить и дальше уже будем вывязывать перед так смотрите вот по спинке мы с вами вязали 18 сантиметров и тогда уже формировали горловину а по переду мы сделаем на 2 сантиметра меньше то есть у меня получится 16 сантиметров если вы хотите больше скажем глубину горловины по переду тогда будете провязывать меньше сантиметров допустим вот 14 но я буду вязать именно на 2 сантиметра меньше чем по спинке то есть высоту буду сейчас вязать еще 16 сантиметров переносим вязание на спицы номер четыре с половиной также и вяжем сохраняя вот этот узор точно таким же самым образом как мы с вами вязали и спинку а затем уже встретимся и будем формировать горловину уже по переду итак я уже довязала перед вот до расстояния как я вам говорила 16 сантиметров теперь мы с вами будем формировать вот таким образом нашу горловину по переду так я разделила маркерами у нас количество петель вот крайне эти маркеры здесь по 30 петель с двух сторон так же как и по спинке и здесь мы будем делать уже убавки убавки так по 15 петель здесь мы закроем 15 петель и здесь по центру мы закроем сейчас сразу 17 петель вот этих вот значит мы остановились сейчас в лицевом ряду то есть чтобы у нас не было накидов для того чтобы вот центральной петли они уже были провязаны накиды хорошо чтобы закрыть эти петли так и сейчас мы обязать мы идем вот сюда провязываем эти вот все петли затем вот эти вот петли будем точно таким же самым образом закрывать как и на спинке так так вот я уже довязала до этого маркера и начинаем закрывать вот эти вот центральной 17 петель первому провязываем следующую тоже провязываем и набрасываем первую на вторую так значит закрываем эти петли не туго и не очень скажем расхлябанно то есть смотрите по тому полотну которое у вас вот здесь вот так то есть посмотрели провязали несколько петель посмотрели своему стягивать значит нужно перевязать и дальше закрываем все эти петли то есть за тем как убавляются вот эти вот петли конечно нужно смотреть обязательно иначе потом будет стянутое полотно дальше провязываем полностью этот ряд лицевой и в изнаночном ряду мы с вами давайте встретимся возле этого зеленого маркера так вот наш маркер перекидываем вяжем изнаночные не довязываем 2 2 последние петли так и мы будем делать следующим образом так же как и по спинке мы не будем провязывать в изнаночной стороне будет нить так мы не будем провязывать а будем вот эти вот петельки снимать так нить у нас перед работой разворачиваем вязание на лицевую сторону так чтобы у нас была плавная линия убавок эти две петли мы с вами будем провязывать за задние стеночки лицевой вот таким образом так это у нас 1 бабочка и мы с вами сейчас будем убавлять вот здесь вот это вот у нас 1 1 часть убавок это 5 петель так вот здесь мы сейчас 1 мы убавили провязываем следующую убавляем это у нас 2 3 4 4 и 5 так вот смотрите мы с вами убавили сейчас 5 петель и у нас должно остаться 2 4 6 8 10 так то есть мой 15 петель будем убавлять 5 петель может убавить остается дуба до вот этого маркера 10 петель сейчас мы с вами будем провязывать этот лицевой ряд и опять встретимся возле этого маркера так вот довязали мы до маркера этого переснимаем маркер и дальше вяжем все эти изнаночные и опять две петли мы с вами не довязываем мы будем держать нить перед работой вот таким образом разворачиваем вязание и сейчас мы с вами будем убавлять так сейчас у нас уже у папку бабка вот следующие вот эти вот четыре петли значит те кто уже кому понятно ритм убавок вы можете провязывать самостоятельно для тех кто скажем не очень уверен можете вязать за мной так то есть если кому-то понятно можете дальше просто провиснуть и смотреть дальше значит вот сейчас у нас уже убавка 4 петли первые две мы с вами провязываем лицевой с заднюю стенку и еще у нас дальше должны быть три убавки это у нас уже вторая дальше идет третья и еще одна у нас должна быть четвертая так пересчитаем 2 4 6 а у нас должно остаться смотрите 1 2 и 3 да то есть 6 петель да мы с вами сначала убавили 5 потом 4 вот сейчас мы с вами убавили 4 остается 6 петель до маркера вот эти вот который мы с вами будем убавлять и опять вяжем этот лицевой ряд и встречаемся вот здесь на изнаночной стороне возле маркера так опять пересняли маркер провязываем 4 изнаночные после маркера так остается 2 петли мыс их переснимаем нить перед работой разворачиваем вязание и дальше уже делаем убавку бабка у нас будет сейчас 3 вот 3 убавка и будем убавлять сейчас 3 петли первые 2 мы провязываем лицевой таким образом подтянули это провязываем следующую набрасываем и еще одна у нас у бабочка так мы с вами убавили 3 петли и осталось нам убавить еще тоже три дальше вяжем весь лицевой ряд и остановимся также буду этого маркера так маркер переснимаем одну петлю провязываем и 2 переснимаем на спицу нить перед работой разворачиваем вязание на лицевую сторону и сейчас у нас будет убавка уже следующая мы сейчас с вами будем убавлять вот эти две петли и останется одна убавляем две петли провязываем за заднюю стенку лицевой подтягиваем и еще одну вот таким образом так и у нас получается вот это вот одна петля осталось которым с вами убавим дальше так дальше вяжем лицевой ряд и изнаночном ряду опять возле маркеров встретимся так вот мы не довязали одну петлю до маркера мы эти две петли бомж с вами переснимать как и делали не провязываем разворачиваем вязание на лицевую сторону и делаем последнюю убавку так вот это вот последнюю бабочку одну петлю мы с вами сейчас провяжем вместе за заднюю стенку и пересчитаем у нас на спицы сейчас должно 30 петель остаться мы с вами должны довязать вот до момента когда мы с вами будем делать укороченные ряды мне еще нужно провязать 6 рядов так вот у нас получается высота пройма 22 сантиметра и сейчас мы с вами будем вязать укороченные ряды то есть скос плеча так как мы делали по спинке так вот здесь смотрите точно также можно повесить маркеры 8 петель 8 затем 7 так и будем вывязывать точно также я вам покажу на скажу на этой полочке на другой полочке уже показывать не буду потому что будет но все одинаково так если кто-то уже понял вот этот ритм укороченных рядов и как дела скос плеча значит вы можете в принципе этот момент уже пролистнуть и так вот у нас эта полочка и мы начинаем скос плеча сейчас мы довязываем до вот этого маркера дам остаются 8 петель мы их не довязываем и остановимся сейчас здесь так вот эти вот 8 петель мы с вами не провязываем разворачиваем вязание на изнаночную сторону и набрасывать эту вот петлю на правую спицу при этом ниточка у нас сзади получается вот такая вот двойная петля так как мы делали по спинке дальше вяжем изнаночный ряд до конца и затем встречаемся возле уже вот этого маркера следующего так довязали до 2 маркера так разворачиваем вязание на изнаночную сторону и точно так же вот эту вот петлю мы снимаем набрасываем на правую спицу и подтягиваем ниточка сзади двойная петля образовалась дальше вяжем изнаночный полностью ряд и останемся останется у нас одна вот эта вот точка разворота возле этого маркера и так у нас опасно осталось последняя точка разворота это вот это так вот здесь мы с вами развернулись 8 здесь развернулись 8 осталось 7 и теперь мы с вами именно вот здесь вот так вот вот здесь остановить покажу разворачиваемся ниточку эту вперед затем вот таким образом затяг только затягиваем потому что должно быть более тугой вот этого двойная петля провязываем изнанку полностью до конца разворачиваемся так и у нас сейчас один ряд остался провязываем лицевыми двойные петли тоже провязываем 1 2 3 4 5 6 так вот это вот 7 у нас будет петля двойная мы и провязываем за передние стеночки на лицевой стороне за передние стеночки вот эти вот две вместе тоже туго подтягиваем и дальше 1 2 3 4 5 6 2 7 петля так вот таким образом тоже и так до конца ряда 1 2 3 4 5 6 7 сейчас у нас будет было уже 8 петля вот она образом с вами уже на спицах опять имеем 30 петель так то есть мы с вами сделали сквозь плеча по этой стороне так вот таким образом 8 877 так сейчас эти петли оставляем ниточку мы с вами сделаем примерно в три раза больше этого расстояния отрезаем и переходим уже на другую сторону вяжем аналогично этой и здесь у нас уже укорочены петли будут вот таким образом так то есть по этой стороне то же самое 8 петель оставим развернемся 8 петель оставим развернемся 7 петель оставляем разворачиваемся я уже не буду вам показывать полностью как мы будем вот это вот сторону делать бабочки так то есть вот они вот по этой стороне до сначала 5 петель но только убавлять уже будем в изнаночной по изнаночной стороне затем 4 3 2 и одну так и кроме того скос плеча точно так же вот как мы сделали в этой стороне так точно также и сделайте и здесь то есть у нас получается после формирования горловины мы еще провязали 6 рядов без убавок так и тогда идет 6 рядов сквозь плеча вот таким способом все точно так же как здесь так симметрично так но у бабочки еще раз повторяю уже по изнаночной стороне две первые петли вы не провязываете в конце ряда а на изнаночной стороне их будете провязывать 2 вместе также так как мы делали по спинке все точно так же и после того как у нас будут сформированы вот эти вот петли но у меня выпили немножко их сейчас один так будем сшивать шов петля в петлю так то есть опять нанизаем на спицы на 2 так и будем вот таким образом делать шов петля в петлю на канале у меня есть это видео который посмотрели уже много я думаю всем более менее понятно мое объяснение поэтому сделаем этот шов самостоятельно так сейчас набираем петли горловины присоединяем ниточку начинаю вот допустим вот отсюда где у нас был шов петля в петлю на плече так вот у нас даже есть такая вот ниточка подсказывает так и набираем за две петельки за две косички каждой петли так вот у нас где мы с вами начнем допустим вот отсюда так вот у нас есть такая петля ниточка да и набираем вот эту вот первую петлю за две стеночки так потянули и дальше идем вторая петля затем эти 3 4 5 6 7 то есть мы набираем за две косички так вот над этой стороне получаются вот такие такая у нас косичка так и дальше вот по кругу мы с вами будем набирать сейчас эти петли следим за тем чтобы не было таких вот больших у нас дырок смотрите вот если вот так вот сделала то получится какая-то такая но некрасивая большая дырка поэтому можно сделать следующим образом так посмотреть вот отсюда что-нибудь протянуть ниточку и смотрите вот у нас получится уже отверстие дырка такая меньше так дальше идем тоже если мы возьмем получится будет некрасиво значит что-нибудь думаем вот отсюда можно взять вот видите как но это вот мне не нравится поэтому я наверное переделаю так можно знаете что сделать так вот если сюда протянуть и и подтянуть потом вот сюда вот между этими даже видите между этими средними такими петлями скажем так вот посмотрите в принципе в принципе уже можно и оставить так хотя вот это вот все равно мне не нравится так значит смотрите вот это можно тогда сделать вот таким образом то есть варьируйте да то есть смотрите где лучше набрать так чтобы не было больших петель так вот это можно сделать сейчас перешагнем наверно вот из этого что-нибудь возьмем смотрите вот видите уже совсем по-другому смотрится так можно в принципе дальше идти и таким образом вот по кругу мы набираем петли так то есть где возможным вам набирать вот за эти две петли за две косички точнее так где можно набрать мы там и будем набирать можно даже крючок для этого взять вот если где-то спицы плохо можно взять крючок поддеть вот таким образом захватить ниточку и вытянуть вот сюда так и затем надеть ее на спицу так и дальше набираем смотрите опять будет дырка большая поэтому мы можем немножко ниже опустить и набрать таким образом так дальше идет у нас следующая косичка вот это но у нас она наверное не пройдет тогда мы возьмем лучше крючок да вот смотрите видите как хорошо можно даже крючком таким образом следующую взять так на крючок лучше всего вот с таким пустым концом да то здесь у нас крючок а здесь у нас ничего нету тогда вот набираем петельки смотрите как получается получается так это у нас будет третья петля вот допустим и затем продеваем через крючок эти петельки и тогда уже набрасываем на нашу рабочую спицу переносим вот таким образом то есть в помощь можно может прийти нам крючок так дальше давайте самостоятельно будем набирать петли и так мы с вами будем набирать так вот здесь вот я набрала 23 петли значит и здесь тоже симметрично у нас должно быть тоже 23 петли так вот отсюда и досюда и здесь точно так же то есть сохраняем количество петель одинаково с двух сторон так по центру вот у нас получается вот эти вот 23 петли я отделила дальше у нас идут по центру так мы набираем с этих вот косичек вот видите вот это вот косичка так мы заводим спицу и выводим сюда вот это вот ниточку получается вот она как бы продолжение этой петли вот таким образом и дальше продолжаем так затем набираем вот здесь вот тоже 23 петли должны быть как и здесь вот сейчас смотрите по горловине спереди я набрала 17 петель это вот у меня вот эти вот маркеры так и по 23 петли вот эти вот от плеча и до маркера и здесь от маркера и до плеча 23 петли так сейчас дальше продолжаем набирать по спинке по спинке то же самое вот набираете за эти две косички так как горловина у меня уже вывязана всего как я уже сказала набирала 118 петель первый ряд я провязала лицевым а затем весело резиночку один на один всего девять рядов и последний ряд я закрыла петли фабричным способом фабричное закрытие петель у меня есть на канале отдельно видео можете посмотреть и вот так вот выглядит наш наша горловин к по спинке спереди так вот фабричное закрытие петель так теперь вот у нас рукав точнее пройма так спица номер три с половиной набирала восемьдесят семь петель и три петли у нас подрез всего 95 первый ряд лицевой затем 7 рядов резиночка один на один и фабричное закрытие петель сейчас вам покажу как я набирал эти петли так вот эти петли подреза переснимаем на спицу берем ниточку и смотрите каким образом значит вот эти вот две стеночки петли мы поднимаем так одну вторую третью и вот когда у нас идет третья петля 4 я набирала именно с этой же стеночки 1 то есть там где у нас 3 петля набрано я еще с этой же одной стеночки именно 1 которая ближе к нам набирала петлю вот таким образом то есть получается 3 петли и плюс 1 именно с последней так дальше вот у нас идет 1 2 3 и опять же вот именно с этой 3 с одной стеночки еще одну петлю и вот таким образом я набирала по кругу 87 петель я уже не буду вам показывать дальше самостоятельно провяжите как я сказал и закройте фабрики